С 1 мая главные санитарные врачи Казахстана наделены функциями и привилегиями, приравненными к специальным госорганам. В регионах оперативно стали издаваться специальные постановления с ограничительными мерами и списком требований к работе тех или иных учреждений. Список этот постоянно меняется, так что люди не успевают привыкать к новым условиям. Как говорят политологи, чрезмерное ужесточение правил ведет к тому, что люди рано или поздно вынуждены будут их нарушать. Проверяют выполнение, как правило, как раз те, кто их вырабатывал. Так что всегда будет возможность на какие-то вещи закрывать глаза. За мзду, разумеется. Такие факты у нас были, когда граждане, осознанно проезжая через блокпост, предлагали за определенную плату проехать без соответствующих документов, без соответствующей регистрации. Конечно же, нами такие факты все пресекаются соответствующим образом. Кроме нас, как я уже ранее говорил, на блокпостах обеспечивают, правопорядок несут службу. Это сотрудники Акимата, сотрудники здравоохранения. Мы совместно с этим проводим соответствующую работу. И такие факты недопустимы. В то же время хочется отметить, что в средствах массовой информации, на блок, чаты блоков, некоторые граждане выкладывают посты о том, что за определенную плату, за определенную сумму можно проехать. Такие факты исключены и не может такого быть. Но людьми в первую очередь движет необходимость заработка, говорят экономисты. 42 тысячи тенге от государства, во-первых, не все могут получить, а во-вторых, не все могут прожить на эту сумму. Вот и вынуждены люди нарушать карантин, чтобы обеспечить себя пропитанием. Столицы могут вернуть режим карантина именно из-за нарушения санитарных норм. В городе были закрыты строительные компании, непродовольственные магазины, рестораны и кафе. Причиной этому является несоблюдение установленных санитарных норм. И сегодня глава управления здравоохранения столицы Кисакова еще раз пригрозила вернуть строгий карантин в столицу. В предыдущей неделе прирост заболеваемости в городе не превышал 7%. И поэтому это позволило начать первый этап снятия карантинных мер. Теперь вот вторая неделя прирост заболеваемости мы не должны превышать 5%. Если будет превышение данного показателя, конечно, то будет рассматривать вопрос об усилении карантинных мер, порой может и даже возвращение к предыдущим требованиям. В общем, по словам санитарных врачей, люди сейчас не должны расслабляться. Масочный режим должен сохраняться везде. Если кто-то не будет придерживаться строгих санитарных норм, то город вновь вернется к строгим правилам карантина. Бауржан Шейхмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.